так всем добрый день сегодня будем рассматривать системе отопления водяного теплого пола связи с тем что я выложил часть решенных задач в программе damfoss sl3.8 но появились некоторые моменты которые задавались комментариях чтобы немножко пояснить так ну и начнем с самого малого также разобьем на несколько этапов ну и каждый этап будет характеризоваться определенной темой так ну и сейчас тема лекции систем водяного теплого пола называемые общие сведения то есть начнем со снов и закончим тем что рассмотрим как осуществляется пуск и заполнение системы итак так ну тепловой комфорт у нас выделяется двумя условиями комфортности то есть когда человек находящийся внутри помещения испытывает перегрева или переохлаждения то есть занимается своим близне деятельностью если рассматривать стандартная система отопления с радиатором то здесь человек должен находиться в центре подходя к радиатору он испытывает перегрев но и отходя от радиатора то есть он испытывает переохлаждение находясь в центре комнаты помещения температура соответствует той температуре которая требуется для данного помещения ну например там для жилых комнат если у вас наружная температура от минус 31 и ниже то есть должна быть 21 градус сельсия так ну и температура изменяется как на вертикальных участках то есть по высоте так и по горизонтальным участкам так что из себя представляет подпольное отопление напольное еще его называют то есть это система обогрева в которой преобладающее количество тепла передается путем излучения но не менее 50 процентов то есть 50-55 если это у вас напольные поверхности нагрева здесь осуществляется следующим образом то есть тепловой поток проходит через трубы затем через слой бетона ну и представляет собой так называемую греющую плиту ну и передается в окружающую среду здесь при данном виде отопления то есть характеризуется повышенной температурой пола ну и осуществляется преграда холода то есть ноги находятся так называемым тепле ну и само тело человека находящиеся выше пола точно также не испытывает не переохлаждение не перегрева так ну и температура в помещении например 20 градусов обеспечивает такой же тепловой комфорт как при температуре от 21 до 22 градусов мы используя традиционная система отопления то есть радиаторов конвектора ну и колебания в один градус практически не ощутим организмом человека подпольном отоплении свойства наиболее благоприятное для человека распределение температуры в помещении близко к идеальному так ну и максимальная температура подачи теплоносителя подпольное отопление составляет 55 градусов цельсия так распределяется следующим образом то есть 55 45 50 40 ну и 45 35 максимальная температура пора пола поверхности должна быть не выше 29 градусов то есть зонах длительного пребывания людей ну и при определенных напольных конструкциях например деревянных там например ламинат паркет температура должна не превышать 26 градусов цельсия но это обусловлено техническими свойствами дерева то есть более повышенной температуры то есть он начинает рассыхаться ну и со временем достаточно быстро придет негодность то есть придется заменять напольное покрытие чаще максимальная температура поверхности пола может быть 33 градуса цельсия так называемых зонах временного пребывания людей ну и приграничных зонах непосредственно рядом с наружным ограждением стеной где находится окно где-то полметра то есть может и быть до 35 градусов цельсия так виду того что основной тепловой поток 50-55 процентов придается излучением тепловым то есть здесь нету таких вот конъективных токов в помещении то есть ну и тем самым как в радиаторной системе ну и тем самым то есть меньше перенос пыли осуществляется по помещению убирать данное помещение мебель и другие предметы то есть достаточно можно через продолжительное время ну и также следует подчеркнуть что допустимая средняя температура пола идет к тому что теплоотдача подпольного отопительного прибора может быть только до 100 ватт метр квадратных то есть больше этого значения с метра квадратного вы взять не можете в обычных условиях где-то 60-80 ватт при условии что вы правильно спроектировали смонтировали те конструкции которые в дальнейшем будет использоваться на полном отопление ну и это касается когда у вас температура помещения 20 градусов ну и допустить допустимой температура пола 29 если вам поверхности пола не хватило обогреть ваше помещение от теплозатрат на различные поверхности там ограждение фильтрации и так далее то это значит то что необходимо более тщательно эти теплопотери компенсировать увеличением соответствующих теплоизоляционных конструкций ограждения здесь вот мы видим то есть различные графики температура по высоте то есть ну и первый график это у нас идеальное отопление второй график это у нас напольное отопление практически сопоставим с идеальным отоплением дальше третье это потолочное отопление четвертый радиаторный тоже отходит от близкого к идеального ну и радиаторная когда у вас радиатор находится непосредственно у внутренней стены ну а здесь мы видим то есть чем отличается температурное распределение по высоте и по ширине и так далее то есть вот как и говорил что в зонах комфортности мы видим при обычном системе отопления радиатор конвектор то здесь у нас при стеночной зоне находится зона повышенной температуры дальше в центральной зоне у нас находится называемая комфортная температура которой можно осуществлять жизнедеятельность человека ну и уже дальше непосредственно к краю помещения здесь уже более холодное при напольном отоплении то есть у нас близко к полу находится горячий воздух дальше по всей поверхности до определенной высоты находится зона комфортности ну и в верхней зоне непосредственно находится пониженная температура ну а по 17 градусов как здесь показываю точно так же по всей ширине и длине помещения то есть вот мы здесь видим радиаторное отопление установлено под окнами то есть зоны охлаждения особенно углов дальше зоны повышенной температуры рядом с приборами чем дальше температура падает так ну и также показано распределение температур по поверхности пола когда вы используете напольное отопление ну и также вот здесь более наглядно в картинках показано что здесь есть осуществляется циркуляция воздуха то есть конъективные токи то есть есть температура охлаждения то есть внизу находится дальше благодаря отопительному прибору подогревается ну и максимальная температура наверху дальше идет охлаждение ну и осуществляется циркуляция воздуха и нагревание его непосредственно в помещении то есть ну а справа показано что из себя представляет теплый пол то есть есть поверхность высокой температурой дальше стандартная температура в которой без проблем осуществляется жизнедеятельность человека ну а верхняя зона это более охлажденная зона так где можно применять систему напольного отопления в основном применяется использовать использует его для отопления больших площадей таких например как магазины крытые рынки вокзала и бассейны особенно дорожки дальше может применяться также в индивидуальном строительстве в коттеджах ну и в отдельные здания общественного назначения особенно если у вас детские учреждения особенно дошкольные и гостиницах также могут применяться в административных зданиях и специальные здания специального назначения ну и где это отопление напольное предусмотрено технологией дальше применение напольных систем из металла от пропилем и труб ну и разрешается виду того что температурный график максимум всего 55 градусов либо от автономного источника то есть это у вас котел на различных видов топлива ну либо центрального теплоснабжения обязательно по независимой схеме то есть через теплообменник так ну и вот здесь вот показаны различные варианты напольного отопления то есть вот в коттедже показаны то есть так называемый сырой то есть последующим бетониром то есть раскладка трубопроводов дальше спортивные сооружения представлены тоже напольное отопление современные аквапарки используем систем напольного отопления также может использоваться и в производственных зданиях культовых учреждениях хорошо использовать особенно там где культовые обряды проводят на коленях то есть тем самым мы обеспечиваем комфорт непосредственно когда у вас человек проводит культовые обряды но и вот последняя картинка здесь показан тоже напольное отопление но отличие от предыдущих где здесь последующем после укладки трубопроводов у вас осуществляется бетонирование для получения нагревательного элемента определенной глубины ну и площади то вот здесь вот система отопления так называемых сухая когда идет раскладка трубопроводов на специализированные оцинкованные панели в последующем после пароизоляции у вас укладывать конструкция пола применяется там где конструкция перекрытий не выдерживают нагрузку слоя бетона так какие у нас существуют типы раскладок ну в основном применяется три типа первая из них вот называется конфигурация одиночный змеевик еще его называем гребешок похож на расческу вот здесь вот как показано что максимальная температура находится возле наружной поверхности ну и уменьшается непосредственно ближе к внутренней поверхности вот здесь вот показано распределение температур данного графика здесь вот показано здесь более наглядно дальше чем хороша эта система обеспечивает легкий монтаж труб и более равномерно распределение температур по поверхности пола основным преимуществом является то что легко адаптируется ко всем конструкциям пола но и может легко преобразованным для обеспечения различных потребностей тепла путем изменения пример шангу укладки подходит для большинства напольного отопления в жилых домах и подходит для помещений у которых есть только одна наружная стена с окном так ну и как видите обязательное условие то что самый главный греющий контур первый должен проходить непосредственно рядом с наружными стенами последующие контура уже непосредственно внутри помещений следующий тип укладки вот показано конфигурация b параллельную укладку труб подающие обратной воды так называемая змейка простомародье то есть показано так мы здесь вот тоже показано распределение температуры так вот здесь так и здесь по поверхности пола точно также применение обеспечит равномерную среднюю температуру так ну как говорится при ней возможны высокие колебания перепады температуры особенно на малых площадях также подходит для отопления более обширных площадей с повышенной потребностью тепла например на общественных зданий ангаров ну и систем снеготаяния третий тип укладки называется тип c трубопроводы подающие обратно выложены параллельной спирали ну или еще называют улиткой ее простонародье похоже на змеяки улитки так ну и здесь вот тоже показано распределение температур то есть по крайним зонам достаточно высокая температура ну а в центре где непосредственно находится человек то есть более комфортная температура поверхности здесь уже более равномерные колебания температуры по всей поверхности пола подходит для жилых домов особенно с повышенной потребностью теплоты но и не рекомендуется установка там где есть деревянные поверхности конструкции пола так ну и это проблема это раскладка решает проблему так называемой жуткости нефтарк труб то есть здесь вот идет загиб четверть и половина радиуса диаметра непосредственно в крайней точке в двух точках а так только четверть в отличие от предыдущих вариантов так ну и когда располагают различные типы укладки труб нужно обращать внимание на то чтобы во первых направить подающий поток воды к внешним стенам или другим потенциально холодным зонам дальше на этой стадии необходимо принятие внимания таком чтобы предотвратить предотвратить прохождение петель через деформационные швы которые имеются в бетонной плите и понижение температуры в петле должно удержаться на низком уровне приблизительно 5 грамм чтобы избежать неравномерной температуры пола существует вариация на тему раскладки труб то есть вон здесь показаны три варианта гребешком, змейкой и весь пи-радио причем более близкой к наружной поверхности можно более частым шагом задаться укладки трубопроводов ну а дальше уже непосредственно к внутренней поверхности более большой шаг укладки ну либо есть второй вариант когда используют с дополнительным контуром с меньшим укладкой в граничной зоне где у вас находится наружные стены ну и более частым уже по всей поверхности непосредственно внутренним ограждением так ну и здесь точно такая же ситуация из трех видов раскладки это змейкой и спирали более часто укладка в ограниченной зоне ну и менее часто укладка труб непосредственно в общей зоне внутри помещения так спасибо за внимание ну и следующее видео рассмотрим непосредственно конструкции подпольного отопления ну 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 Субтитры создавал DimaTorzok